Гонорары вы делите поровну или по-честному? Когда выступаете? Нет, мы делим по-честному и это не совсем поровну. Объясню. Хорошо сказал как. Объясню. Вот, допустим, вот хорошо, тут нужны точные цифры, я тогда все пойму. К примеру, компания продает, а почему я говорю продает? Потому что в компании у нас несколько разных форм, много артистов. Допустим, компания «Квартал 95» продает артиста «Вечерний Квартал», нашу группу. Продает за 20 тысяч долларов или 20 тысяч евро на концерт. Как происходит вообще схема? Значит, половину суммы получают актеры. Актеры получают равную долю. И если ты в их числе? Все актеры получают равную долю. Дальше. Я объясню, где я больше зарабатываю. Интересно. И будет понятно. Авторы. Мы всегда платим авторам, которые писали эти скетчи. Все наши авторы, которые у нас работают. Их много, кстати. Их очень много. И они добавляют. Они могут от каждого концерта почуть. Они все акционеры наших концертов. Это десятки людей. Это десятки людей. Ух ты. Это десятки людей. Значит. И вот один из авторов, я. Я главный автор. В студии «Квартал 95». Я получаю две ставки. Я получаю ставку автора и ставку актера. Я всегда получаю в два раза больше, чем любой актер студии «Квартал 95». Если мы ведем мероприятие, и мы ведем, допустим, втроем, я получаю в два раза больше, чем любой из актеров. Это такой у нас закон. Причем он закон этот, я вам скажу, когда появится. Это не мой закон. Закон этот принят командой «КВН 95» «Квартал». Принят до 2000 года коллективом «Квартал 95». И подписан президент. Президенты меняются. Так что подписан дружба. А закон остается. А закон есть. Мы работаем в рамках этого закона, потому что тогда, когда мы играли в КВН, я был одним из авторов. И проценты ни разу не пересматривались? Нет. Ну, проценты пересматриваются с точки зрения актеров. Актеров может быть пять. Тогда эта половина, 10 тысяч поделилась на пять человек. Могло быть трое, могло быть двое. Могло быть такого. А может быть 10. «Квартал» до сих пор одна семья, да? Да, конечно. Фантастика.